Я думаю, такие вопросы нам все равно поосторожнее нужно как-то задавать. Ну, письменно, может быть, так. Как понять Бога, который на продолжение... Не совсем даже понятно. А, ну да, на протяжении всей вечности будет наблюдать или как-то видеть за теми, которые мучаются в озере Огненном. Братья, я бы сказал, вот мы тоже, мы немножко гуманисты по современному воспитанию. А если все-таки в Библии посмотреть, в Библии есть несколько определений, несколько, как бы, характеристик Божьих. И мы почему-то всегда обращаем внимание только на одну. Бог есть любовь, вот, все мы так скажем. А то, что Бог есть свет, это более нейтрально, но уже посерьезнее. Бог есть судья, каждый день строго взыскивающий. И последнее еще в Евреям. Бог есть огонь поедающий. И поэтому, как этот огонь поедающий будет поедать грешников всю вечность? Братья, мы не знаем подробности, но нам надо понимать, что Бог – это не только любовь. Как нормальное государство держит преступников даже на пожизненном сроке? Как это совмещается? Тут почему-то для нас все нормально. А то, что у Бога будет так, нам кажется, что Бог – это только любовь. Бог – не только любовь. Бог еще и огонь поедающий. Да, мы сегодня об этом меньше говорим, и оно правильно. Наша задача – проповедовать Евангелие благодати Божией. Но все-таки это тоже надо понимать, что Бог есть и огонь поедающий. И Бог с этой задачей справится. Как держать на пожизненном заключении грешников и дьявола, и ангелов его? Бог с этой задачей справится. Да, это здесь не все ясно и не все понятно нам. Но Христос говорит, я имею ключи. Мы обычно сказали бы, Христос имеет ключи спасения. А Христос имеет ключи еще какие? Ада и смерти Он имеет эти ключи. В общем-то, я бы так сказал, что в тайну зла Бог не хочет, чтобы человек много вникал. Даже хотя мы и познали уже добро и зло, Бог все-таки не хочет, чтобы человек вот этими вопросами занимался. Происхождение зла. Библия говорит нам об этом? Не говорит. Я думаю, даже наша психика, она это не вынесет. Поэтому Библия сознательно молчит. И когда люди оккультными путями в это входят, ясно, какие последствия. Человек просто погибает. Саул от чего погиб? Мы иногда говорим от непослушания и прочее. Но, в общем-то, последняя капля, какой грех у него был? Обратился к волшебнице. Поэтому оттуда черпать источники вообще не надо. Поэтому предоставим это Богу. Еще такой вопрос. В первой проповеди была мысль о том, что положение грешников будет... Ну, то, что грехи будут мучить и в вечности. И вопрос такой, почему же Бог не может просто уничтожить грехи? Братья, грехи Бог просто уничтожить не может. Это совершенный факт. И мы иногда думаем, что в аду люди, если открыть ад, они сейчас все выйдут и будут примерными членами церкви, они все покаятся. Мы глубоко заблуждаемся. Книга Откровения, правда, еще не за ад, говорит нам, что люди кусали языки своих от страданий. И что делали? Хулили Бога. А мы думаем, что они будут каяться. И в аду раскаяния нет. И поэтому эти грехи, они там с ними. Это так Бог мир создал. У Бога свои отношения с этим, с дьяволом, с ангелами его и с падшими грешниками. Этот вопрос немножко был уже. Нам, может быть, это не до конца понятно. Нам хотелось бы так, как неверующие иногда говорят, чтобы ничего не было. Чтобы верующие оказались в раю, а неверующие просто пропали. Нирвана. А Библии такого нет. Неверующий человек со своими грехами. Ад – это как раз и есть осуждение за грехи, которые человек делал. Желание их делать, но желания этой возможности не будет. Это одно из составляющих как раз того положения, которое будет в вечности. Продолжение следует...